сегодня мы научимся делать заколку для волос по технологии канзаши вот она заколочка у нас готовы уже есть она состоит из двух видов видов лепестков острые двойные и круглые в серединке для этого нам понадобится лента шириной 5 сантиметров мы нарезаем квадратики 14 штук и лента шириной 4 сантиметра для среднего цветочка нам нужно еще будет клеевой пистолет вот такой вот с клеящим карандашом свечка ножницы ну и пожалуй все и заколка сама непосредственно куда мы приклеиваем потом наш цветок и так начинаем делать на первом этапе мы нарезаем квадратики вот из ленты нарезали квадратиков 14 и 6 таких маленьких квадратиков для того чтобы лучше показать технологии изготовления лепестка мы сделали крупные квадраты чтобы лучше было видно вот идем квадрат накладываем угол на угол получился треугольник потом еще сгибаем еще раз получился опять треугольник и сжимаем в между пальчиками берем 2 цвет квадратик точно также повторяем треугольник получился угол на угол ложим опять согнули получился треугольник и теперь два треугольничка совмещаем сгибом в одну сторону делаем ровненько ровненько из из сгибаем листочек получился вот такой острый листочек мы его обрезаем основание чтобы она хорошо легла на основу витка и обжигаем называется цветок не петли без только не будем выжигать давай сделаем вот из нашей ленты из ленты сделай еще раз покажем технологии из квадрата делаем треугольник потом еще раз пополам складываем треугольник и зажимаем между пальцами и софта из 2 квадратика делаем то же самое треугольник потом еще раз треугольник и накладываем один треугольник на другой сгибами в одну сторону ровненько все выравниваем и сгибаем пополам. Все, получился у нас лепесток. Аккуратненько его обрезаем. И обшигаем на свечки. И прижимаем пальчиками, чтобы лепесток склеился. И потом по макушечке постучали, чтобы внутри оказалась такая вот дырочка, чтобы все листочки были одинаковые. Вот у нас так получилось необходимое количество лепестков. Теперь нам их нужно приклеить к основанию. Основание мы тоже заранее подготовили, вырезали из ленточки. Она двойная. Мы ее склеили клеем, чтобы она не разъединялась. Обожгли краешек над свечкой. Нарисовали в середине. Обвели кружочек. Вот, чтобы нам ровненько приклеить. И начинаем склеивать цветок. По одному клеим лепесточки. Мажем клей на носочек лепестка. И приклеиваем аккуратненько. Приклеили и подержим немножко, чтобы он сразу же пристыл. Клеящий карандаш, он очень быстро застывает. Вот вторую. Да, из боков тоже, чтобы он друг к другу прилип. И вот. Но мы показывать, как клеим лепестки, не будем. У нас все это понятно. У нас есть уже готовый цветочек. Уже приклеены. А из боков мы клеим по три листочка, чтобы получился красивый цветок. Вот три лепестка склеиваем вместе. Мажем боковые поверхности. Средний лепесточек делаем чуть-чуть повыше. Хорошо прижали, чтобы склеилось. Ровненько выровняли ровненько. И приклеили с той стороны. С другой стороны цветочка. Вклеили между цветочками. Получился вот такой уже похожий на заколочку. Вот, и в серединку нам нужно сделать цветок. Здесь вот такой вот из круглых лепесточков. Здесь уже другая технология лепестков. Тоже возьмем большой квадрат. И покажем, как мы делаем этот лепесток. Значит, также квадрат сворачиваем в треугольник. Угол на угол. И потом, как косыночку, складываем концы вниз. Вот так. Свернули, придерживаем и вывернули назад этот лепесток. Вот он получился уже готовый лепесток. Внизу обжигаем. И у нас ровненько сделаем его, обрежем. Давай на этом покажем. Теперь на маленьком треугольнике. Квадратики. Так, треугольник получился. Делаем косыночку. И выворачиваем назад. И обжигаем. Обжигаем, чтобы он склеил. Свои вот эти пальчиками пришлепываем. Можно работать с пинцетом. Ну вот, как-то нам привычнее руками. И теперь клеим на основание все эти лепесточки. Также по одному мажем. Мажем там, где носочек. Клеим. Приклеиваем. Подержали, чтобы он пристыл хорошо. И второй рядышком. И вот у нас уже есть готовый цветочек. Мы его сейчас возьмем. И будем работать с ним дальше. В серединку нужно приклеить какую-нибудь красивую пуговку или бусину. Обильно намажем ее клеем. И в серединку ее ставим. Должна хорошо прилипнуть. И теперь вот эту серединку вместе с пуговкой мажем с обратной стороны. Клей хорошо мажем. И приклеиваем на цветок. На нашу основную заколку. Вот уже получается заколочка. Вот такая симпатичная. Теперь нам нужно ее приклеить непосредственно к самой заколке. Для этого мы ее переворачиваем. Берем заколку. И непосредственно на саму заколку наносим клей. Она очень хорошо держится. На этом клею. И подержали немножко. Подержали, чтобы она приклеилась. Вот такая вот получилась заколочка. Чтобы она дольше слушала, нужно ее побрызгать лаком для волос. Тогда она станет более упругая. И не будет бояться ни дождя, ни снега. В ней можно и купаться, и в море плавать. И ничего с ней не случится. Вот такие заколочки. Можно делать самим. Для себя, для своих девчонок, дочерей, для внучек. Все. Спасибо за внимание.